Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя. И сегодня у нас, точнее, вчера вышло обновление в StarTable. И сегодня мы посмотрим, какое же главное событие стало просто основой этого обновления. Это открытый день дверей в конюшнях Юрвика, вроде бы так он называется. Это обычное такое мероприятие, где доступно много скачек, вещей, которых не бывает в обычное время года. В конюшне Юрвика украшаются шариками, флажочками, ленточками, вот всё, как украшено. На входе стоят всегда девочки на лепецанах, да, на лепецанах, я не перепутала. И они встречают тебя с свечой, вот так вот. С одной стороны стоят две на светло-серых, с другой стороны стоят две на вороных. И вот мы заходим, они нас так встречают. Да, я тут даже приоделась немного, потому что событие классное, оно обновлённое, такого ещё не было в прошлых годах, в прошлые годы. Вот. И сейчас мы с вами потихонечку будем копаться и смотреть, что вообще это за событие, что оно тут вообще у нас творится, происходит со мной. Так, я должна слезть лошади. Хью, ну у меня такой красивый коняша, зачем с него слезать? Та-да-да-дам! Он улучшил настроение моего коня. Замечательно. Так что теперь мой конь готов ко всем испытаниям, ко всем трудностям, ко всем соревнованиям. Так, теперь Джоанна. Хорошая трудовая этика мне нравится. Всё. Ура! Джоанна! Отстань! Я всё сделала, как ты сказала, всё. У меня другие задания поновее есть, давай. Всё, я серьёзно, я сейчас закончу с ней цепочку, буду делать все остальные задания. Забытый угол. Так, ладно. Это надолго. Я хочу уже посмотреть те задания, которые я никогда не видела. Так, Энди. Так, стоп. Энди? Это тот самый Энди, который около фергроби стоял мелкий? Просто подойди к ним и хорошенько почеши их, им понравится. Конях? Не в обиду, не ревной. Уй, ты бозички! Как это мило. Маленький спирт. Лисичка! Лисичка котики. Всех поглажу, всех. Порося, стой! Порося! Как это мило. Питается овечка. Как-то ты хорошо ешь. Ути бозе, я не могу. Тут, кстати, есть теперь место для отдыха. Причём даже с котиком беленьким. Он там лежит, отдыхает. Такая классная музыка играет, когда заезжаешь на плац. Не утерплю. Давай. Играй музыка. Вот видите, она глюканула. Почти все исчезли на территории плаца. Кроме меня и ещё одной девочки. Мне так нравится мелодия. Надо хотя бы один раз всё-таки записать название, потому что я не успеваю его уследить. А оно мне так нравится. Прямо выступать по ней вообще одно счастье, волшебство, я не знаю. Добро пожаловать на дне открытых дверей конюшни Юрвика. Могу я предложить тебе экскурсию по этому историческому месту? О, это ты, Дарья. Это старый конный манеж. Раньше он был центром всех событий конно-спортивной жизни конюшни Юрвика, но сейчас он давно закрыт. Существует множество предположений на тему того, почему он закрылся. И отдельные теории весьма впечатляют. Некоторые говорят, что собственник разорился, а некоторые, что здесь вводится призрак. Немного рассказывают, что это призрак двоюродной прабабушки Германа. Она была мастером верховой езды и принимала участие во всех видах соревнований. В то время многие неодобрительно относились к женщинам на состязаниях, а уж тем более, если они были в обычном седле. Но она была решительной и очень целеустремленной. Так что накануне Гран-при Юрвика она упражнялась в хореографии до поздней ночи. На этом конном манеже говорят, что к утру она пропала и никто не смог её найти. Но её следы из розоватой пыли можно найти до сих пор. Чего? Говорят, что к утру она пропала и никто не смог её найти. Но её следы из розоватой пыли можно найти до сих пор. И га-га-га-га за флагом. Так-так-так, надо будет проверить. Ты не хочешь водить? Почему я не удивлена? Потому что мы проезжаем мимо кобыл, конечно, а у тебя конь. Давайте смотреть, кто у нас тут. У нас тут стоят наши любимые, значит, Соня и Эмма. Да, у Эммы теперь своя лошадка и она теперь присутствует везде, где есть что-либо связанное с лошадьми. Что же они говорят? Теперь, когда у Эммы есть, собственно, лошадь, мы надеемся как можно скорее зарегистрировать свой конный клуб. Для устава нам нужен всего один человек. И я надеюсь, что этим человеком станет Луисиана. Бойтесь, бобкоты-бульдоги. Появится новый претендент на звание величайшего конного клуба на Юрвике. Хм. Мне даже интересно, как они его назовутся. Как-нибудь воздушненько так. Бо-ха-ха-ха. Соня. Соня, не пугай меня так. Так. Луисиана вызвалась быть гидом. А мы с Соней пришли, чтобы ее поддержать. Такая талантливая наездница должна вступить в лучший конный клуб Юрвика. А это, разумеется, будет наш клуб. Как только мы придумаем ему название и подпишем устав. Было бы классно. О! Наш бегун. И не только он. Я пыталась... Я правда пыталась. Но если Рекки Винтервелл что-то решил, то переубедить его невозможно. Даже если речь идет о том, чтобы надеть нормальную одежду. Эх. Морской воздух так и зовет на пробежку. Но я пообещал Наталье, что буду рядом во время этих лошадиных мероприятий. Так что вот он и я. Так. Так вот. Лошади. А то уже в игрушке темнеть начинает. Надо заканчивать. Потихонечку. На это мероприятие добавили пять лошадей. Пять новых лошадей. Новых. Просто новых-новых. Я даже вот... Только две из них видела. Вообще в доступности все остальных не видела. Значит, три лепецана. Один темный-темный серенький такой. Потом в гречечку. Тоже лепецанчик. Потом серый, но с розовым носиком и с гольфиками на каждой ножке. Меня это умиляет. Неожиданно для меня лузитан в гречку. Я в него влюбилась. Я долго думала над тем, хочу я вообще себе светлого лузитана или нет. Потому что я люблю менять свои образы. И я думала, мне нужен красивый светлый конь. Я думала над белым, но, похоже, я куплю этого потом. Попозже. И моя шоколадка мечта, которая должна быть у меня в конюшне. Это лузитанская лошадь. Гнидой это вроде бы. Гнидая мазь. Но он такой шоколадный. Прям чака-чака-лака-лака. Оу. Вот. В общем, такие пять замечательных лошадок. Это очень сложный выбор между одной. Особенно, если вы сможете купить себе СК. Или, если у вас есть СК, и вам нравятся эти лошади, купить их будет вам проблематично. Потому что вы не сможете купить одну. Вы, видимо, будете хотеть их всех. Потому что вот эти три лепициана, да, они все серые, по сути. Но они разные серые. Разные. Но они такие разненькие, такие классненькие. Я, видимо, куплю всех пять. Да. И мне все равно, что у меня СК нету. Они будут. Они будут. И я обязательно куплю. Да. Так что вот такое вот величайшее просто событие на сегодняшний день. Которое продлится до 24 апреля. Серьезное. Очень классное мероприятие. Тут собрались все выездюки просто. Вот как? Вот я не могу. Вот эта музыка, вот эта атмосфера, этой новой модельки, они... Они прям вот просто, они созданы для того, чтобы вот просто вот приехать и выступить под открытым небом. Заехать на плац. Доехать до Икс. Сделать поклон. И начать катать схемку. Я вообще, я не хочу, чтобы разрабы убирали этот плац. Он замечательный. Он великолепен. Я впервые в жизни одела эти белые нагавки. Я их, как купила, я их, наверное, ни разу не одевала на лошадей. Потому что они выгляделы как будто не на... Не бинты даже, точнее. Они выглядят как будто... Гольфики. Обычные гольфы на ногах лошадей. Ну, отметины. А тут я даже приоделась. Вот какое влияние дает искусство верховой езды. Так что, вот такое вот долгое видео об обновлении с моими криками, ужасами, радостью. На все на это. На все, что тут происходит. Да. Тут все прыгают, прыгают, ходят, бегают, да. Скачут все, что хотите. Так что, идите скорее на это мероприятие, пока оно не закончилось. Покупайте лошадок. Качайте их. Выполняйте задания. Просто катайте здесь схему по выиске. Потому что для этого тут теперь есть все. Но, к сожалению, правда, не навсегда. С вами была я, Даналия. И мой конь на сегодня Dream Charm. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok